НАТО поможет Украине усилить кибербезопасность. Об этом сегодня говорили на встрече министров обороны стран Альянса в Брюсселе. Там же с визитом находится и министр обороны Украины. Что еще обсуждали, расскажет Алексей Пшемызский. Новое оружие нового времени. НАТО предоставит Украине оборудование и технологии для усиления киберзащиты. Пока что на сумму в 1 миллион долларов. Еще вчера генсек Альянса Йенс Стонтелберг призвал членов НАТО усилить киберзащиту Украины после нападения вируса Петя А. Борьба с кибертерроризмом наравне с российской агрессией. Главная тема встречи министров обороны НАТО. Украина подверглась сильнейшему удару вируса и мы готовы оказать помощь, чтобы усилить кибербезопасность страны. У нас есть эксперты и технологии и наши партнеры готовы оказывать Украине поддержку. И делиться опытом, а также проводить совместные учения. Мы также усиливаем присутствие Альянса в Балтийском регионе и Польше. Кроме того, НАТО наращивает свое присутствие в Черном море. За минувший год Альянс уже увеличил расходы на оборону на 46 миллиардов долларов. Сегодня здесь штаб-квартире НАТО. Говорили и о увеличении контингента в Афганистане. В ближайшее время США планируют направить туда 5000 военных, а Евросоюз – инструкторов. Афганистан попросил нашей помощи и мы не должны оставаться в стороне. Европе следует ответить, ведь там до сих пор есть угроза. Сегодня мы объявим об увеличении контингента на 100 человек. В основном это будут инструкторы. Во встрече принимал участие и министр обороны Украины Степан Полтарак. Он также уже встретился со своим канадским коллегой, где также обсудили ситуацию на Донбассе. Позже у министра обороны Украины запланирована и встреча с генсеком НАТО, где также будут говорить о ситуации в зоне АТО. Из Брюсселя Алексей Пшимызкий, Иван Ермаков. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует...